МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Лучшие боксеры сборных команд Кубы и России выйдут на ринг в Волгограде. На пикет против итогов выборов пришли не все товарищи по обкому КПРФ. Актив «Единой России» в едином порыве заслушал речь губернатора области. Трактор «Заводский район» место движения вперед уходит в средневековье. Восторженными слушателями губернатора Волгоградской области сегодня стали представители местного политбомонда. Цвет партии «Единая Россия», в том числе только избранных депутатов городской думы, собрали на мотивирующую встречу. Андрей Бочаров произнес длинную пламенную речь о настоящем и будущем региона, движении вперед, амбициозных проектах и партийной силе. Выборы еще раз подтвердили, что «Единая Россия» по-настоящему мощная, лидирующая политическая сила своей работы, опирающаяся на поддержку людей. Жители Волгоградской области, уважаемые депутаты практически подтвердили, проголосовали за вас и поддержали продолжение позитивных преобразований. Теперь, уважаемые товарищи, необходимо вам и нам всем вместе подтвердить эту работу. По завершении двухчасового урока позитивного мышления местные единороссы долго не расходились. Очевидно, были под впечатлением и обсуждали, как активнее включиться в работу на благо жителей Волгоградской области. Уже более двух недель не вывозится мусор с некоторых контейнерных площадок вблизи многоквартирных домов в тракторозаводском районе Волгограда. Ситуация близка к критической. Дальше дело может дойти до полчищ крыс и распространения инфекций. Так на улице Салтыково-Щедрина, где домами управляет УК «Флагман», прямо напротив детского противотуберкулезного санатория разрослась гигантская помойка. Обращались в управляющие, они говорят, что не поступают деньги на вывоз мусора, хотя мы все платим исправно. И это не только здесь у нас, это по всему тракторному району. Хотя бы к выборам бы это все убрали. Ну как можно ощущать, когда во дворах грязь, в подъездах грязь. А платим мы все за все. Мы платим все. За все платим. А никакого результата в дом управления. Они ссылаются, у них денег нет. А куда наши деньги деваются, мы платим. Детки хотят выйти погулять на детскую площадку. Мы не можем их отпустить, потому что запах. Окна невозможно открыть. У кого окна выходят на эту сторону, идет запах. Мухи бегают, собаки бездомные. Рядом детки. То есть мы платим за все. Живем в таких условиях. Еще одна зловонная помойка образовалась на улице Андреева, напротив дома номер 10. Здесь, на площадке для сбора ТКО, давно уже нет контейнеров. Жители вынуждены просто сваливать мусор на асфальт. И жить, как в средневековье, среди гор гниющих отходов. Высота 102 будет следить за ситуацией. Санкционированный пикет КПРФ прошел сегодня у здания Царицинской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Семеро сотрудников полиции следили за порядком, а 10 коммунистов выражали несогласие с итогами прошедших в воскресенье выборов. Против чего вы протестуете? Против фальсификации итогов выборов. Все мы прекрасно понимаем, что все-таки фальсификация была выборов. Они ежегодно происходят, что на президентских выборах, что на государственных выборах. Потому что те результаты, которые нам дали, 14,5%, мы с этими процентами не согласны. Потому что выборы были нечестные. А самое главное, как Ленин, объединяться надо с другими партиями и бороться. Вот и все. Примечательно, что мнение участников пикета не совпадает с мнением других товарищей по партии. В частности, руководитель фракции КПРФ Волгоградской областной думе Алексей Буров ранее заявил, что муниципальные выборы прошли достаточно спокойно и без нарушений. В ближайшие два дня Волгоград станет местом международной встречи по боксу. На ринге встретятся спортсмены мужских сборных команд России и Кубы. Встреча является одним из пяти отборочных этапов в преддверии чемпионата мира по боксу, который пройдет в следующем году в Сочи. Куба представляет свой основной состав – 10 сильнейших боксеров, чемпионов мира и Олимпийских игр. Российская команда на матчевой встрече будет представлена первыми и вторыми номерами сборной. На этом все. До свидания.